Чем чревато прикосновение к лягушке-древолазу? Какая акула может обходиться без воды в течение двух часов? И что не так с кудрявыми попугаями? Сейчас расскажу, и в этом выпуске вы узнаете о редких животных, которые вас удивят. Ну а перед тем, как мы начнем по классике, я предлагаю взглянуть на несколько удивительных снимков, которые я нашел в сети. На них изображены невероятные гибриды животных, которые рождаются раз в тысячелетие. И первая в этом списке вот такая странная кошка. Вы часто видели, чтобы у пушистиков были настолько крупные глаза? Это тот самый случай, когда мем из кота в сапогах перешел все границы. Как такое возможно, до конца неизвестно. Одни говорят, что это обычный питомец, но с какими-то специальными линзами. Другие уверяют, что здесь не обошлось без инопланетного вмешательства. Если у вас свои версии, жду их в комментариях. Ну а пока вы пишете, я предлагаю взглянуть на необыкновенную лягушку, покрытую волосками. Многие привыкли к тому, что если речь идет о лягушке, то это максимально гладкое и скользкое существо. Но создание на этом кадре ломает все стереотипы. Как оно появилось, тоже доподлинно неизвестно. Но выглядит существо просто фантастически. А еще, если верить источнику, эта попрыгунья умеет ломать кости фаланг и выводить их через кожу, образуя таким образом маленькие когти. Если вас вдруг и это не удивило, то, похоже, пришло время тяжелой артиллерии. Встречайте, очень редкий и в то же время безумный гибрид, о котором пока вообще ничего не известно. Говорят, что над этим проектом работал некий Томми Пол, ученый из Соединенных Штатов. Мужчина умудрился соединить бесшерстную кошку, лягушку и человека. Как только информация о его эксперименте просочилась в сеть, все тут же начали негодовать, мол, как у него вообще хватило совести заниматься подобным. Сам Томми никак эту историю не прокомментировал. Если окажется, что он и правда промышляет такими скрещениями, думаю, у него будут серьезные проблемы. Хотя, знаете, на фоне предыдущего гибрида, то, что создает мать природа, это вообще другой уровень. Только она может взять лягушку и наделить ее такими способностями, о которых попрыгунья и мечтать не могла. Встречайте, перед вами ужасный листолаз из семейства древолазов. Это довольно маленькая и в то же время милая лягушка, которую так и хочется взять на ручки, обнять, погладить, ну и сделать совместное фото, разумеется. Вот только есть во всем этом один маленький нюанс. Пока человек будет это делать, он, скорее всего, умрет. Хоть эти земноводные и не выделяются габаритами, они считаются одними из самых ядовитых позвоночных животных на Земле. В столь крошечном тельце содержится немало нервно-паралитического яда под названием батрахотоксин. Всего 2 миллиграмма, и человек отправится на тот свет. И вы тут, наверное, подумаете, ну ладно, наверное, полного заряда одной такой лягушки как раз и хватит на одного, ну максимум на двух людей. К сожалению, это не так. Яда, который может в ней содержаться, хватит сразу на 500 взрослых человек. Причем этот токсин не обязательно вводить внутрь, как это делают те же ядовитые змеи. Достаточно просто прикосновения к коже лягушки, чтобы получить смертельное отравление. Учитывая все это, единственными, кто хоть как-то с ними контактирует, остаются ученые, изучающие токсин, а также представители древних племен, которые используют яд ужасных древолазов для смазывания наконечников стрел. Одного такого земноводного будет достаточно для нескольких десятков наконечников. И вот теперь-то мы понимаем, яркий цвет – это не что-то прекрасное, за что поскорее нужно ухватиться. Это предупредительный знак, индикатор того, что лучше держаться от нее подальше. А чтобы людям и прочим существам было еще проще, мать природа заставила этих лягушек вести дневной образ жизни. Несмотря на то, что силы их яда хватило бы на любого крупного соседа, наши гости преимущественно питаются муравьями, другими мелкими насекомыми и клещами, но говорят, что когда еды слишком мало, они не брезгуют и с обратом. Единственная причина, по которой наш листолаз откажется перекусить лягушками поменьше, это если они его дети. Индоавстралийская кошачья акула Так зовут нашего следующего редкого гостя, который встречается в тропических широтах на мелководье Индо-Тихоокеанского региона. По сути, это довольно небольшие акулки, на которых вы бы вряд ли обратили внимание. Их длина не превышает 120 сантиметров, они довольно медлительны и очень странно выглядят. На мой взгляд, они вообще не похожи на классических акул. Это скорее какой-то гибрид угря и глубоководной рыбы. И хоть внешний вид рыбы не вызывает восторга, ее возможности, напротив, очень даже интересные. Почти все свое время индоавстралийская кошачья акула проводит на дне мелководий. У нее довольно хорошо прокачаны грудные и брюшные плавники, которые рыба использует для ходьбы по дну. Кто-то посчитает это бредом, но подобный стиль охоты действительно приносит свои плоды. Ночью, когда наша гостья просыпается, другие морские обитатели прячутся по укрытиям и пытаются отдохнуть. Тут-то на помощь и приходит умение ползать. Кошачья акула аккуратно и бесшумно, словно рысь, пробирается в гости к потенциальной добыче и догоняет ее по узким пространствам именно из-за своей особенности. Плавание в этом случае не спасает. Таким образом, на рассвете индоавстралийская кошачья акула уже сыта. Об этой и других их особенностях ученые узнали не так давно, поскольку в определенный момент, как говорят, этих хищниц было катастрофически мало. Что изменило их популяцию и каким образом их вновь стало много, тоже пока неизвестно. Говорят, что эти акулы могут прожить без воды до двух часов, и я тут подумал, а что если они выбираются на сушу и ползают там? Стилем передвижения походят за котов, все так же бесшумно подкрадываются к врагам и быстренько с ними расправляются. Учитывая все разнообразие природы, не удивлюсь, если и это окажется правдой. Раз уж мы заговорили про удивительные особенности животных, то я просто не могу не рассказать вам и про иглистых мышей. Это те самые грызуны, которые заставят вас взглянуть на мир под другим углом. Всего они делятся на 21 вид, длина тела варьируется от 7 до 13 сантиметров. Характерной особенностью этих мышей можно назвать большие глаза и такие же большие круглые уши. Их спина покрыта настоящими иголками, почти как у ежа, а нижняя сторона тела в то же время мягенькая, в белых волосинках. Но все это, конечно же, меркнет на фоне главной особенности нашей с вами гостьи. Иглистые мыши – одни из тех, кто может в регенерацию. Если вдруг грызун почувствует опасность, он сразу сбросит свою кожу, которая в 20 раз менее прочная, чем у обычных мышей. При этом на месте раны не образуется шрам, как у других млекопитающих, а происходит полная регенерация. Если вы думаете, что эти мыши могут восстановить только лишь свою кожу, то я спешу вас удивить. В их возможности входит регенерация мышц, хрящей, кровеносных сосудов, нервов, почечной ткани, сердца и даже мозга. Ни одно похожее существо ничем подобным не обладает. Причем наши гости не просто заживляют ранки, они отращивают полноценную замену поврежденной части. Когда у всех остальных на месте повреждения образуются рубец из соединительной ткани, у иглистых мышей все заживает без следа. Как только ученые узнали об этой особенности, они, конечно же, бросили все свои усилия на то, чтобы разгадать этот секрет. Вдруг удастся перенести все то же самое на людей? Пока никто не изучил этот вопрос до конца, но, по мнению экспертов, секрет в том, что во время травмы у мышек включаются особые гены, связанные с образованием и развитием клеток у зародыша, эмбрионально подобные клетки отправляются вместо раны и залатывают недостающий кусочек тела новыми участками. А еще эти киборги живут в суровых условиях и настолько искусно владеют своим организмом, что без труда могут выживать даже в самых сухих уголках Земли. Кудрявый волнистый попугай А теперь, как вы уже поняли, речь пойдет про попугая, но не простого, а мутировавшего. Кудрявость нашего гостя это следствие довольно необычной мутации в гене, которая отвечает за рост перьев. В то время как у здоровой пернатой они формируются и растут только в определенное время и определенного размера, у кудрявого волнистого попугая этот процесс бесконечный и бесконтрольный. Одно перышко может достигать 20 сантиметров в длину, причем на одном месте их может вырастать сразу несколько. Нетрудно догадаться, что к этому приложили руку селекционеры, но к счастью для нас и животных в целом воссоздать такого попугая непросто. Этот ген оказался рецессивным, то есть чтобы он проявился, необходимо, чтобы его носителями было сразу оба родителя. В естественной природе, разумеется, это крайне маловероятно. Да и в неволе, если честно, я бы таких пернатых не создавал. Да, они смотрятся просто фантастически, но выражение красота требует жертв, а относится к ним настолько сильно, насколько это вообще возможно. Бесконтрольный рост перьев жрет невероятное количество ресурсов организма, о полноценных полетах не может быть и речи. Учитывая это, здоровье попугая начинает рушиться, подобно домино. Из-за нехватки питательных веществ страдают системы органов. Мощные габариты приводят к артрозам, а то, что попугай не летает, негативно сказывается на здоровье его легких. Таким образом, обычно столь прекрасный попугай живет всего полгода. Несмотря на грустный конец истории с кудрявым волнистым попугаем, выглядит он очень оригинально. Примерно так же, как наша следующая гостья. Перед вами зебра, но не простая, не полосатая, какой вы наверняка привыкли ее видеть, а в горошек. Родилось чудо само по себе в заповеднике Кении и сразу же создало огромный ажиотаж вокруг этого места. Толпы желающих выстроились перед воротами заповедника и просили всего о минутке, чтобы посмотреть на зебру в горошек лично. Радости туристов не было предела, чего не скажешь о зоологах. Люди понимали, что несмотря на оригинальный окрас, появление такого животного на свет, да еще и в естественных условиях, не сулит ничего позитивного. Скорее всего, зебры с такой окраской появляются на свет в результате активного близкородственного скрещивания в популяции. Когда-то ареал обитания зебр был огромен и простирался на половину Африки. Животные свободно бродили по саваннам. Однако из-за сельскохозяйственной деятельности, строительства городов и шоссе, зона обитания зебр оказалась разбита на небольшие изолированные островки. По этой причине страдает генотип вида и появляются вот такие неожиданные мутации. Мутации, которые, к тому же, с большой долей вероятности, приведут к непоправимым проблемам со здоровьем и скорой гибели. Но это лишь теория от ученых. На практике все может оказаться гораздо позитивнее. Предлагаю не вешать нос раньше времени и надеяться, что это чудо-зебра все-таки будет цела. Трубкозуб А это существо и без каких-либо мутаций уже вызывает неподдельный восторг у всех, кто его встречает. Перед вами африканский трубкозуб или земляная свинья. Изначально, когда люди только познакомились с этим существом, они хотели отнести его к тому же семейству, в котором находятся южноамериканские муравьеды. Вот только поверхностное сходство с ними оказалось результатом издержек эволюции. Эти существа жили примерно в одних условиях и на одной местности, а значит, выживать им приходилось похожим образом, питаясь термитами и муравьями. Настоящее же происхождение нашего гостя до сих пор остается под вопросом. Говорят, что он может быть близок к сиренам, доманам или хоботным. Ну ладно, оставим эти сложные вопросы ученым, пускай разбираются. Давайте лучше познакомимся с тем аспектом жизни, в котором наш гость преуспел лучше всего. А говорю я естественно про рытье. Трубкозуб дни и ночи напролет копается в земле. Дайте ему всего пять минут и метровая траншея будет готова. Причем непонятно, то ли ему это действительно нравится и он делает это с запалом, то ли трубкозуб занимается рытьем от безысходности. Дело в том, что это единственный вариант того, как можно добраться до еды, а именно до муравьев и термитов. Нос трубкозуба безошибочно ведет его в сторону потенциального обеда. Весь секрет в том, что он содержит девять обонятельных луковиц. Это больше, чем у любого другого млекопитающего. Трубкозуб будет готов проходить десятки километров, лишь бы добраться до еды и насытить свой организм. Говорят, что за ночь этот монстр может истребить до пятидесяти тысяч термитов. При этом противостоять ему никто и никаким образом не может. Толстая кожа защищает его от укусов насекомых, он способен улечься спать прямо в свежеразрытом муравейнике и радовать свое эго тем, что он для врагов неприкасаем. В природе полно необычных существ, и тот же трубкозуб тому живой пример, но бывает и такое, что на свет рождается кто-то совершенно другой, настоящий мутант, судьба которого, увы, в подавляющем большинстве случаев обречен. Одним из таких бедняк я бы назвал вот этого маленького козленка, родившегося на ферме у филиппинцев. Девушка принимала роды у одной из своих любимых коз и в какой-то момент не поверила своим глазам. Оказалось, что коза была беременна двумя козлятами, вот только назвать одного из детенышей козленком у меня язык не поворачивается. Это было нечто вроде помеси козы и человека. Причем габариты мутанта тоже были из ряда вон. Фермерша и ее соседи предположили, что это детище каких-то злых сил. Мол, это мутант, который принесет им несчастье. Люди из сети напротив пожалели это существо. Что с ним сейчас и как поступила фермерша неизвестно, но вы можете написать свое видение ситуации в комментариях. Как бы вы действовали на месте хозяйки. А теперь я покажу вам еще одного не менее поразительного мутанта. Эти кадры были сделаны тайваньским рыбаком и многие, опираясь на них, всерьез поверили в инопланетян. Ярко-зеленый червь с неестественно длинным языком ползал прямо перед рыбаком. Мужчина, который много лет уделил рыбалке, был в недоумении. Он впервые видел нечто подобное. Этот монстр явно не относится к классическим земным червям, но и на рыб, моллюсков и прочих подводных созданий он тоже не походил. Пользователи интернета также теряются в догадках о происхождении этого жуткого создания. Как ни странно, но большинство верят в инопланетян. Стеклянные лягушки. А это те существа, которых одновременно хочется увидеть и даже забрать с собой. Найти их можно, путешествуя по дебрям Амазонки. Хотя найти это еще громко сказано. Ведь стеклянные лягушки мастера маскировки. Они настолько искусно сливаются с листьями, насколько это вообще возможно. Стеклянными, кстати, их прозвали не просто так. Помимо удивительной маскировки среди листьев, они также прозрачны. Взглянув на пузо такой лягушки невооруженным взглядом, можно разглядеть и ее животных. Вместе с прозрачностью стеклянные прыгуны совсем крошечные, обычно не превышают трех сантиметров в длину. Все же, мне кажется, исследовать такие маленькие организмы довольно сложно, но, невзирая на это, ученые смогли узнать о них одну интересную подробность. Оказалось, что в ходе эволюции у стеклянных лягушек появилась способность прятать всю свою кровь в печени. Именно в этот момент они и становятся максимально прозрачными. Происходит это, кстати, во время сна. Когда же лягушка бодрствует, она снова становится матовой. На самом деле это поистине уникальное создание, ведь из-за этой особенности оно не получает кислорода все 12 часов или даже больше, однако остается целым и невредимым. Шлемоносный василиск Шлемоносный василиск это дневная ящерица с длинными пальцами и острыми когтями. Самцов легко отличить по небольшому гребню прямо на голове. Большинство представителей вида обладают длиной до 30 сантиметров и весят не более 600 грамм, однако встречаются особи и в два, а то и в три раза крупнее. Местные жители называют этих василисков Иисусом Христосом за их умение ходить по воде. Но они передвигаются не только по воде. При необходимости шлемоносные василиски также могут и быстро плавать, задерживая дыхание на 30 минут. При этом скорость их бега по суше составляет 12 километров в час. Но вернемся к их главной фишке бегу по воде. Как им это удается? Конечно, здесь можно провести вполне логичные аналогии с насекомыми по типу водомерок, но ведь вес василиска не идет ни в какое сравнение. Исследователи решили изучить этот феномен и хорошо к этому подготовились. Они установили все необходимые камеры и смогли понять следующее. Оказывается, василиск не бежит по воде, а гребет при помощи задних лап с когтями. Просто он это делает быстро и мощно, что позволяет ему держаться на поверхности и не тонуть. Таким образом, ящерица может легко преодолеть по воде дистанцию в 400-500 метров. Пробежав это расстояние, шлемоносный василиск пойдет отдыхать. Ему будет нужно восстановить силы. Предпочтений в еде у него никаких нет. Что попадется, то он и слопает. Рыбу, змей, яйца, цветки, в общем, все, что угодно. Пиявки это точно не те существа, которых люди планируют забирать с собой домой или хотя бы держать на руках. Они склизкие, противные, да еще и кусаются. В мире насчитывается более 500 видов этих существ, но нас сейчас интересует именно амазонская пиявка, достигающая почти 50 сантиметров в длину. Эта громадина считается самой крупной пиявкой в мире. На заднем и передних концах ее широкого тела расположены присоски. На передней имеется достаточно крупное ротовое отверстие, а вот заднее не особо заметно. Амазонская пиявка относится к отряду хоботных пиявок, поэтому ее глотка выдвигается наружу. Причем выдвигается, это еще мягко сказано. Она может вытягиваться на все 15 сантиметров и без труда протыкать любые кожные покровы, дотягиваясь до самых сладких кровеносных сосудов. Может показаться, что пиявка это то существо, которое будет питаться кем-то своих размеров, но это совсем не так. Нередко эти амазонские создания нападают и на кайманов или анаконд. Чтобы вы понимали, всего нескольких таких монстров будет достаточно, чтобы повалить на землю взрослую корову. Радует хоть то, что пищеварение у них очень замедлено, из-за чего, пообедав единожды, они еще долго не будут испытывать чувство голода. Но стоит им проголодаться, как под горячую присоску может угодить кто угодно, даже человек. Судя по всему, если кто-то вырастает в амазонке, он автоматически становится рекордсменом. То пиявки, то теперь речной дельфин, он самый крупный среди всех речных дельфинов в мире, вырастает до 2,5 метров и весит до 207 кило. На самом деле это довольно странно, что хоть какие-то дельфины плавают в амазонке, там ведь невероятно мутно и очень сложно ориентироваться. Поэтому амазонским дельфинам приходится полагаться на эхолокацию и прекрасный слух с осязанием. От своих морских сородичей амазонские дельфины отличаются скоростью передвижения и формой мордочки. Плавают они медленно, но маневренно. Их обычная скорость составляет около 3 километров в час, а максимальная может достигать 14-22 километров в час. Вместе с этим амазонские дельфины еще и довольно зубасты. В каждой челюсти от 52 до 66 острых зубов. С их помощью они запросто могут вцепиться в понравившуюся им цель и никогда ее уже не отпустить. К тому же размеры у них вполне солидные, поэтому цели тоже могут быть достаточно крупными. Ежедневно они потребляют свыше 12 килограмм еды. Кстати, поскольку речные дельфины это дельфины, даже живя в речных условиях, они умны и находчивы, как и их морские родственники. Нередко, как говорят рыбаки, эти проныры подплывают Так зовут необычную тропическую птицу, о которой сейчас пойдет речь. Это довольно крупная пернатая размером с фазана, длиной до 65 сантиметров, с длинной шеей и маленькой головой. Однако особенной отличительной чертой гуацина является то, что это единственная ныне живущая птица, частично сохранившая пальцы на передних конечностях. У птенцов есть когти на больших и указательных пальцах, которые они используют для лазанья до того, как смогут летать. Во взрослом возрасте когти отпадают. Живут птицы над водой в построенных ими же гнездах. Эти непонятные конструкции не внушают уверенности и надежности, да и выглядят немного неряшливо. Гнездо похоже на необычную горизонтальную платформу из прутьев, расположенную на крупной ветви, которая нависает над головой. Однако пернаты доверяют своим навыкам и даже приглашают к себе в гости других птиц. Хотя оно и понятно, ведь жилище нужно пернатым лишь ночью. Днем же они почти все время проводят в воздухе, летая и выискивая себе пищу. Пищу неживую, если что. Гуацинам не хочется тратить силы на драки с другими существами, поэтому они перебираются с ветки на ветку и поедают различные цветы, плоды и листья. Последние как раз и составляют основу их рациона питания. Несмотря на то, что эта пища слабо богата на питательные вещества, гуацины находят как извлечь из нее выгоду. У них имеются особые бактерии симбионты, обитающие в желудке, которые помогают переваривать все съеденное и извлечь из него самое необходимое. Не все существа, что живут в Амазонке, настолько хорошо известны науке. Есть ряд более загадочных созданий, о которых ходят легенды. Одним из самых странных созданий в Амазонии считается Сигуанаба. О нем древние народы этих земель говорили еще давно, но никто так и не смог предоставить весомых доказательств. Люди описывают этого монстра как существо, похожее на девушку. Оно заманивает туристов своими длинными прекрасными волосами и стройной фигурой, а потом демонстрирует вместо лица череп и поедает на месте. Некоторые племена рассматривают Сигуанабу как защитницу природы и лесов, в то время как другие представляют ее женщиной-призраком, искушающей людей. Тем не менее, символические значения Сигуанабы цена связаны с природой, магией, женственностью и изменчивостью человеческой природы. Ее образ часто используется для объяснения непонятных явлений или для передачи моральных уроков. Да, не хотел бы я оказаться рядом с этими существами. А вы напишите в комментариях. Далее поговорим о не менее опасном создании, которого боятся даже крокодилы. Эх, жалко электрического угря люди не заводят у себя дома в аквариумах. Рыба кажется им слишком крупной, прихотливой и опасной. Тем не менее, я в этом вижу и положительные стороны. Вот, к примеру, отрубят электричество во всем доме. И как быть? А с угрем все куда проще, поднесли к нему телефон и зарядились, чайник там вскипятили и вообще что угодно. Сколько только не витает разных интересных фактов и обманок вокруг этого существа. Начнем с самого популярного момента. Вы знали, что электрический угарь это рыба и имеет куда больше общего с самами. Кроме того, у них даже общее название группы гимнотовые. Поэтому, если вдруг зайдет речь об угре, каждый из вас сможет блеснуть знаниями и подметить, вообще-то это не угарь, это электрический гимнот. К сожалению или к счастью, тут уж для кого как, но раньше считалось, что электрический угарь один такой на всю Амазонку. Тем не менее, современные исследования показали обратное. Оказалось, что гимнота целых три вида. Причем, их разница видна не только внешне, но и по напряжению. Кстати, позже я расскажу вам об одном интересном эксперименте, как человек проверял напряжение угря лично при помощи собственной руки. Поэтому обязательно смотрите видео до конца. Так вот, так вот, о чем я... А, да, мы обнаружили три вида. Электрофорус Волтай может жахнуть до 800 вольт, электрофорус Вари примерно до 600 вольт, а вот электрофорус Электрикус какие-то жалкие 400 вольт. И вот каждый сейчас представляет, как угорь плавает по водной глади, весь такой окружен разрядами молний, словно это не рыба, а какой-то Тор или Зевс, и сшибает все и всех на своем пути. Бесспорно звучит до чертиков эпично и круто, но наш сегодняшний герой больно уж инфантилен, и ему это просто-напросто неинтересно. Эта рыба способна начать двигаться и пытаться что-то сделать, лишь когда она голодна, ну или при самозащите, конечно же. О ней мы поговорим позже, а пока давайте рассмотрим принцип добывания пищи. Когда в зону видимости угря попадают подходящие цели для того, чтобы ими полакомиться, он как железный человек отмечает их своими глазами и весь такой электрический плывет навстречу. Оказавшись поблизости, угорь взывает к Зевсу и создает сразу несколько мощнейших разрядов. Очень хочется показать вам, как это выглядит, но найти подходящие кадры совсем непросто. Дело в том, что угорь выпускает разряды молниеносно, разглядеть их реально лишь при очень замедленной съемке. Наш гимнот лупит по области и оглушает каждого, кто попался под его электрическую сущность. А что происходит дальше, люди привыкли называть делом техники. Угрю только и остается, что всосать в себя самые вкусные ништяки и отправиться на боковую. Следуя логической цепочке, вы зададите вопрос, а может ли этот монстр глубин причинить вред человеку? Хватит ли у него мощности и проявляет ли он такое желание в целом? Что ж, скажу сразу, нам людям переживать ни о чем не стоит. Ходячий пауэрбанк может довести дело с нами до летального исхода, но в очень редких случаях. Во-первых, надо, чтобы у жертвы было слабое сердце, а во-вторых, угорь боится таких здоровяков, как мы, и не проявляет желания нападать на нас первыми, разве что при самозащите. Ему куда интереснее вон, змеюками разными полакомиться. Вот это я понимаю вкусный и главное полезный завтрак, обед и ужин. Молодые анаконды отправляются под одну гребенку в желудок электромироводы. Единственное, что на такое способны лишь взрослые особи, которые имеют длину более одного метра и весят порядка 20 килограммов. Кстати, похудеть клетку у угря не получится, потому что большую часть его веса составляют органы, отвечающие за разряд. Вот так вот судьба по отношению к нему оказалась жестока. Эти самые органы, к слову, не что иное, как видоизмененные мышечные клетки. А поскольку у угря все тело и все органы проводник электроэнергии, наш герой овладел довольно странной, но эффективной техникой нападения. При необходимости гимнот может выпрыгнуть из воды и прижаться к обидчику или к потенциальной жертве животом. Таким образом, угрь получит возможность максимально вжарить и свалить даже самого крупного врага. Причем под самым крупным я подразумеваю не только большую рыбку. Совсем нет, эти гады могут справиться даже с лошадьми. И, к сожалению, в истории даже есть соответствующий факт. О нем тоже расскажу чуть-чуть позже. Важно отметить, что электрического угря будет неправильно обвинять во всех его деяниях вот так вот сразу. Эта рыба частично в этом не виновата. Дело в том, что у гимнота довольно плохое зрение, и для ориентации в мутных водах он использует родное и любимое электричество. Электро пуляет вокруг себя разрядами по 10 вольт и составляет для себя 3D-картинку окружающего мира, которая будет покруче, чем у шлемов виртуальной реальности. Более того, это не единственный вариант, как угрь способен использовать свою главную способность. При помощи разрядов он также научился коммуницировать с сородичами. Как нам электричество позволяет трещать в чатиках, так и электрические угри способны переговариваться электроразрядами между собой, сообщая о своем местоположении, возрасте, поле и других личностных параметрах. Как я и обещал в начале ролика, расскажу вам небольшую историю о том, как один смельчак проверял удары угря на себе. Звать этого отчаянного грызуна гранита науки Кеннет Катания. Мужчина захотел проверить, какое напряжение создает электрический угарь при ударе и какой силы электрический ток может пройти по телу человека. Все эксперименты ученый проводил на себе. В качестве подопытного угря он выбрал молодую особь длиной порядка сорока сантиметров. Благо, хоть такого взяло не полутораметрового. Первым делом ученый с помощью амперметра, вольтметра и нескольких резисторов измерил электропроводящую силу и внутреннее сопротивление угря. После этого из данных о проводимости воды при компактной температуре было рассчитано сопротивление воды, приходящееся на длину тела угря. Затем с помощью вольтметра и диэлектрической пластинки биолог измерил падение напряжения на выступающей из воды при атаке части угря и нашел ее сопротивление. Ну а как только подготовительная часть завершилась, было объявлено начало тестов на себе. В качестве объекта для атаки биолог использовал собственную руку с опущенной в воду ладонью. Чтобы избежать подводного контакта угря с рукой, ладонь он поместил в контейнер из диэлектрического материала, с двух сторон покрытого проводящим слоем. С помощью такого устройства ученый измерял зависимость тока, который течет по руке после атаки угрем от времени. И тут вы спросите, зачем он вообще это затеял? Всем ведь и так давно было понятно, что угрь очень сильно бьет и способен свалить даже лошадь на человека у взрослой особи и подавно хватит энергии. Вот и я тоже не знаю ответа на этот вопрос. Для меня это так и остается загадкой. В любом случае история интересная, как и метод теста ученого. Ставьте лайк под видео за его старания. А теперь обещанная вторая история про лошадей. Один ученый пришел в гости к индейцам для того, чтобы понаблюдать за угрями и провести собственное исследование. Он попросил местных выловить ему где-то пять гимнотов, но даже не подозревал, каким, на первый взгляд, зверским, но, как окажется потом, эффективным методом воспользуются индейцы. Они подошли к воде с большим табуном и загнали всех лошадей до последней в воду. Более того, местные постоянно пугали их, размахивали копьями и заставляли бояться. Это вынуждало лошадок ржать и бить по воде копытами от страха. Подобные действия спровоцировали угрей подобраться поближе и в определенный момент проявить ответную агрессию. Угри стали бить по лошадям током со всей силы. Лошади же, получая настоящую боль с ужасными ощущениями, долбили по воде еще сильнее и быстрее, спасая собственную жизнь. Как выяснилось чуть позже, удара угря хватало, чтобы повалить лошадь и практически обессилить, но вот до летального исхода благо там не доходило. Угри скорее обессиливали сами, так как тратили буквально всю имеющуюся у них энергию и всплывали. Там-то их и ловили индейцы с гарпунами. Угарь против аллигатора Аллигатор хищная присмыкающаяся, которая обладает мощнейшим хватом, лютыми рефлексами и потрясающими навыками охоты. На этом видео парень, совершенно случайно прогуливаясь по лесу, увидел аллигатора, приплывавшего к электрическому угрю. Явно намечалось что-то серьезное, какое-то молниеносное нападение. В принципе, ровно это и произошло. Аллигатор выждал подходящий момент и схватил угря. Скажу сразу сила хвата аллигатора очень высока. К примеру, сила американского аллигатора настолько велика, что он при помощи укуса способен поднять даже небольшой грузовик. Безусловно, это создание будет слабее, но тем не менее. Для всех тех, кто думал, что эта драка уже закончена, смотрите дальше. Угарь выпустил несколько защитных разрядов и унес с собой на тот свет аллигатора. Довольно быстро хищник перестал дергаться обратно под воду. На этом все. Напишите в комментариях, било ли вас когда-нибудь током и спасибо вам большое за просмотр.